Всем привет! Мы уже сняли много обзоров на самые разные модели футбольной обуви. Но, наверное, каждому интересно, как футбольные бутсы создаются. Поэтому сегодняшний ролик будет необычным, ведь мы покажем, как создается футбольная обувь на примере Adidas Predator. И поверьте, этот процесс уникальный. Поехали! Итак, как я уже сказал, для примера возьмем линейку Predator. Они выполнены из высокотехнологичных материалов. Интересно, что игроки могут бить по мячу так, что он полетит со скоростью 100 км в час, а за игру пробегают до 13 км. Поэтому легкая кожа обеспечивает прочность, не замедляя игрока. А ключ к контролю мяча – это правильный угол во время удара или приема. Поэтому сшитые вручную верхние части скреплены ремешками из резины, смешанной с силиконом. Благодаря им создается эффект теннисного мяча. А также увеличивается сила удара, что, между прочим, вызывает некоторые проблемы. В человеческой ноге 26 костей. Если сломать хоть одну, с карьерой футболиста придется завязать. А поскольку покупка одного футболиста может стоить аж 130 миллионов долларов, то это будет очень дорогостоящая проблема, согласитесь. Поэтому, чтобы предотвратить такой исход, бутсы обработаны защитной пеной. Причем как внутри, так и снаружи. Этот кусок пластика не просто держит форму. Он контролирует положение ноги и распределяет энергию от хрупких костей к мячу. Благодаря вот этой штучке сила удара увеличивается, или другими словами, бить комфортнее. А вероятность повреждений уменьшается, потому что нога сохраняется в правильном положении. Внутренний и внешний слои обворачиваются вокруг манекена и помещаются в современное устройство пыток, которое сжимает материалы и под воздействием температуры придает им нужную форму. После всех этих действий пора добавлять подошву. Изначально это каркас, основа и крепление. С использованием нейлонового наполнителя вместо пластика вес бутсы сокращается на целых 25%. Каркас обеспечивает хватку, поддерживая положение стопы на земле. Проблема в том, что если вы поворачиваете на скорости 30 км в час, из-за хватки вы можете просто-напросто вывернуть лодыжку. Сейчас вы можете наблюдать за балансировкой скорости и безопасности. Этот аппарат тестирует сцепление во влажных и сухих условиях. Симулируя набор скорости на стадионе, ну или если проще, то здесь тестируют хватку подошвы. Ботинок движется и аппарат замеряет силу сцепления, чтобы проверить, сможет ли игрок набирать скорость без скольжения, что предотвратит вывих лодыжки. Чтобы протестировать мощь, бутсы обращаются за помощью к рабоногу. Этот аппарат несколько тысяч раз симулирует удар с высокой точностью и скоростью 150 км в час. Так возможно проверить бутсы в разных скоростных условиях. Что ж, мы надеемся, вам понравился этот ролик и теперь вы знаете, какой нелегкий процесс сделать несчастные футбольные бутсы. Но у каждой компании свои уникальные технологии. Если вы хотите, чтобы мы сравнили, как делают бутсы, к примеру, у Nike и у Adidas, то ставьте лайк этому ролику и мы выпустим такую серию. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал Сокершоп, чтобы прокачивать свой мозг в мире футбольной экипировки. Пока!